Привет, с вами Велсаком, я на горе Тиби Даба рядом с Барселоной, за моей спиной телевышка. Хотел бы сказать, что это мобильная станция, но, к сожалению, нет. Хотя я думаю, что сотовое оборудование там тоже висит, и мне кажется, это отличное место для того, чтобы поговорить про 5G. И я сейчас сделаю так. Привет, Сирия! Поставь таймер на 5 минут. Хорошо, 5 минут, а чё ты тёп? 5G за 5 минут. Итак, начнём сразу с того, что на Всемирном мобильном конгрессе 2019 всё было увешано баннерами 5G. Все запускают 5G, как сотовые операторы, так и всякие производители оборудования, ZTE, Huawei, Ericsson и так далее. Ну и, конечно, собственно, Qualcomm, который такой, у нас есть 755 Snapdragon, там есть 5G, ура! LG такой, мы поставили 855 Snapdragon, теперь в нашем смартфоне тоже есть 5G, ура! И у них у всех ролики красивые, а по факту вы будете смеяться. Но я не нашёл ни одного работающего стенда, который бы ему честно показал. Вот тебе аппарат, вон там антенна, вот она скорость. Сейчас показывали какие-то странные штуки, типа с этого аппарата куда-то что-то транслируется, здесь видео, всё это ненаглядно, неочевидно и так далее. Потому что с приходом 5G, что мне обещают для начала? Это, конечно же, бешеный отклик, то есть там одна миллисекунда, это типа вообще норма. Дикие скорости, до двух гигабит в секунду. Но говорят, ну даже если двух не будет, хотя бы один, ну даже если не один, 500 мегабит. И ты понимаешь, что один гигабит в секунду, это скорости, которые позволяют тебе реально скачать фильм за несколько секунд по сотовой сети на свой смартфон. Раскладной или нет, это уж как там в будущем получится. Но идея в том, что действительно скорости фантастические. И во всем 5G лучше, чем технология 4G, потому что там и лучше покрытие, и лучше энергоэффективность, потому что развитие сетей 5G принесет нам наконец-то вот этот интернет вещей, которые мы все так хотим, чтобы у тебя и часы, и куртки, и всякая другая одежда тоже подключалась к интернету. И в твоих кроссовках был встроен тоже 5G, потому что Nike, Adopt BB уже поддерживают всю эту хрень. Ну в общем 5G это прям будущее будущее. И мы такие, ну наконец-то, давай, 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 когда же? И вот они уже с 2010 года рассказывают, что 5G скоро появится, скоро. Я хочу вам напомнить, что 4G, он же LTE, пришел к нам, ну где-то в 13-14-15 году, не так давно на самом деле. И мы с вами смотрим сегодня на LTE и понимаем, что в принципе их скоростей достаточно. Я знаю людей, которые не используют Wi-Fi дома, но потому что безлимитный LTE, типа, ну нормально, вообще окей, для моих задач достаточно. Нет, действительно так. Иногда ты просто вообще не паришься по поводу того, в кафе есть ли Wi-Fi или нет. Я помню, как раньше залетаешь в какой-нибудь там Макдональдс, первым делом Wi-Fi поскакал. Сегодня это уже немножко атовизм, сегодня это не так нужно, потому что LTE достаточно. Но с приходом 5G мы получим нормальную видеосвязь. Вы, наверное, пользуетесь и FaceTime'ом, и другими возможностями видеозвонков, и видите, что это очень такое себе развлечение. Как правило, это все в артефактах, сжатие, тормоза, лаги не работает хорошо практически никогда, особенно в поле где-нибудь. С 5G все должно быть идеально, это возможность играть, и эти штуки на стендах тоже показывали, говорили, смотри, ты можешь запустить игру где-нибудь там в облаках, и наконец-то наслаждаться топовым графонием. Все это считается на серверах, тебе передается просто картинка, одна миллисекунда задержка, играй на своем мобиле, ура! И ты такой, да-да-да, а по факту ничего. Но главное, что я хотел вам сказать, в этом году прям принято решение форсить 5G, потому что все производители, еще раз, от операторов до всех остальных, 5G уже не за горами, покупай 5G, вот тебе модем, вот тебе базовая станция, вот тебе хрен пойми чего. Не ведитесь на эту провокацию, не будет 5G, по моим прикидкам, ближайшие года 2-3 ни в каком виде. Даже если в каких-то тестовых зонах это появится, все это будет работать из рук вон плохо, и ничего из этого кайфового вы не получите. Ну, потому что так же было с LTE. Скорее всего, это будет и дорого, и бестолково, потому что сейчас, еще раз, все это работает на каких-то диких антеннах, видимо, не могут победить то ли нагрев, то ли расход энергии, то ли нормально антенны настроить, я не знаю. Еще раз, ни одного рабочего стенда. Самое забавное было на стенде Самсунга, где у них непосредственно был телефон, который подключался типа к соседнему павильону, но он работал в авиарежиме, то есть это было записанное демо, хотя по факту говорили, что это лайв-демонстрация. На всех аппаратах Do Not Touch и вот это все. Поэтому 5G, да, технология крутейшая, скоро придет к нам, но не в ближайшем будущем. Хотя я лично считаю, что операторы могли бы сегодня достаточно серьезно вложиться в эту инфраструктуру и получить бенефиты. Мне кажется, кто первым запустит 5G, получит внимание со стороны пользователей, и для многих абонентов это будет поводом перейти непосредственно к ним. Для многих и LTE достаточно. Пишите в комментариях, что вы вообще думаете по поводу вот этой всей истории LTE, 4G и 5G. Нужно оно вам или нет? Я больше того вам скажу. Если мы, например, говорим о 5G вообще, то я бы больше топил за развитие LTE в частности, потому что от Москвы отъезжаешь 50 километров, никакого 4G нет. И в помине, 3G еле работающий, полудохлый, это наша действительность. 5G, по идее, эту задачу тоже должен исправить, потому что он будет работать чуть шустрее, и там одна базовая станция обрабатывает больше абонентов. 5G должно принести нам еще и вот в этом плане всякие бонусы, ништяки и так далее. Но мне почему-то кажется, что это дорого. Идет сейчас торговая война США-Китай, Huawei жмут с сетевым оборудованием, они говорят, за всеми шпионят, а мне часы говорят, что время истекло. Вот такой экспериментальный формат, 5 минут про 5G. Вы посмотрели, какую-то информацию от меня узнали, но главное, что мы сегодня с вами выяснили, никакого 5G в ближайшие 2-3 года не будет. Спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если было как минимум интересно. И смотрите наши другие ролики здесь на канале, также для вас много всего классного. Не прощаюсь, скоро увидимся.